добрый день сегодня у нас 231 выпуск называется список павла какого павла спросите вы вот этого павла щелина вот у меня есть ссылка на видео беседа юрия романенко и павла щелина исторический кризис современности зерна возможностей это канал павла щелина очень рекомендую вот эти проблемы которые перечислил павел вот этот павел я сегодня хочу обсудить и читаем в этом видео на минуте 43 есть список из трех проблем европа в кризисе чтобы его разрешить нужно решить три проблемы говорит павел первое нужно примирить время трех видов циклос хронос и кайрос объясню потом второе надо примирить уникальность и солидарность и третье надо примирить свободу и ответственность вот как это сделать если кто-то знает как это сделать то тот может помочь европе разрешить цивилизационный кризис и перейти через вот этот рубеж на котором мы сейчас находимся смысле и в мы это европа я не говорю про россию про украину это про европу и вообще про западную цивилизацию так вот какое решение этих проблем может дать обычный нормальный человек умный не очень ум если бы это был бог то от него можно было бы ждать что он создаст такое общество в котором эти противоречия были бы сняты человек не может создать сразу такое общество он может создать теорию общества в которой эти противоречия были бы сняты и дальше он в этой теории был бы указан путь, как эти противоречия снять практически. Ну и Павлу это решение неизвестно. Значит, ему такая теория неизвестна, а мне известна. Она называется она ТОАИ. Теория уровня абстрактного интеллекта. Дисклеймер. Мы намерены решать указанные проблемы философскими средствами. Это значит, что мы вправе изобретать новый язык для описания известных явлений. Этот язык, мой язык называется ТОАИ. Теория уровня абстрактного интеллекта. И далее все три проблемы из списка Павла я переформулирую на языке ТОАИ. И после чего вы увидите, как станет очевидным их решение, как теоретическое, так и практическое. Проблема первая. Циклос хронос каэрос. Какое бывает время? Вот философы знают три вида времени. Циклос, циклическое время, оно характерно для восточных цивилизаций, в частности для Индии. Хронос, линейное время, оно характерно для европейской христианской цивилизации от сотворения мира до конца света. И каэрос, это разрыв временной шкалы, и это ощущение, характерное в частности для эпохи перемен, например, для 20 века, но для других эпох. Вот это ощущение, оно во время времени возникает в истории, что наступает разрыв временной шкалы. Так вот, если мы знаем, что есть восемь уровней, один объект, много объектов, один процесс, много процессов, одна карта, много карт, одна система, много систем, у меня многое написано насчет каждого уровня, насчет того, как работает мышление на каждом уровне. Так вот, если мы знаем эти уровни, то нам понятно, что циклос – это мышление второго уровня, еще нет линий. Например, есть осень, зима, весна, лето, осень есть, и потом опять начинается зима, весна, лето, осень, и больше ничего нет. Мы не можем выйти за пределы конечного множества, мы должны двигаться по кругу. Это второй уровень, это циклос. Но когда начинается третий уровень, начинается линейное время, и дальше оно продолжается, вплоть до шестого уровня, с разными вариациями, разными усложнениями. Но на седьмом уровне мы переходим в другую систему. Мы переходим в некоторую систему, созданную специально для нашего случая, отдельную, и это тут наступает разрыв времени, то есть кайрос. То есть циклос – это второй уровень, кронос – это третий, шестой, кайрос – это седьмой. На первом и восьмом есть свои отличия, а на первом вообще нет никакого времени, никакого движения, потому что один объект. А на восьмом уровне движение такое сложное, что там даже о разрывах говорить не приходится, там нужна другая терминология, но мы сейчас не будем об этом. Будем оставаться в пределах Павла. Так вот, решение проблемы, я называю ее P1, такое. Если хотите примирить циклос, кронос и кайрос, вы должны научить каждого жителя Земли свободно перемещаться в диапазоне 2-7. Туда и обратно, по собственной воле, и без всяких затрудней, и без всяких усилий. Легко и просто. Вторая проблема – уникальность, солидарность. Как их примирить? Опять у нас есть уровни, и можно заметить, что уникальность – это все нечетные уровни. Один объект, один процесс, одна карта, одна система. А солидарность – это все четные уровни. Много объектов, много процессов, много карт, много систем. И чтобы их примирить, нужно научить всех людей, живущих на Земле, свободно перемещаться между четными и нечетными уровнями. И это будет решение проблемы P2. Третья проблема Павла – свобода и ответственность. Как их примирить? Свобода – это пятый уровень. Ответственность – она распадается на долг и осознанность. Так вот, долг – это четвертый уровень, а осознанность – это шестой уровень. И если мы научим каждого жителя на Земле свободно перемещаться между уровнями 4, 5 и 6, то это будет решение проблемы P3. Заключение. Чтобы решить проблемы из списка Павла Щелина, нужно переформулировать их на языке Туаи. После этого станет ясно, что для их решения необходимо готовить гибкую личность, которая бы владела всеми уровнями и легко переходила с уровня на уровень. Для таких гибких личностей, для такого их способа функционирования, в той существует специальный термин – уровень девятый. И, следовательно, решение лежит в области образования детей и взрослых. Но, как вы понимаете, сегодня такого образования нет нигде, кроме как на моем собственном вебинаре, который проходит раз в неделю по воскресеньям. Ну, вот, кому интересно, приглашаю. Можете со мной связаться и получите приглашение. Вот и все на сегодня. Продолжение следует. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok